Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ювелирная выставка из Санкт-Петербурга открылась сегодня в музее Горгипия. 1 млн 499 тысяч туристов приняла Анапа с начала текущего года. Из них 1 млн 200 тысяч человек побывали на курорте с 1 июня по 21 июля. Такая нагрузка неизбежно отражается на всех сферах деятельности. Как достойно пройти высокий сезон, обеспечив общественный порядок и дать отпор любым попыткам нарушить закон? Об этом говорили на заседании Совета безопасности по председательствам главы Анапы Сергея Сергеева. Рост туристического потока с одной стороны плюс экономики, с другой – основная причина проблем, неизбежно сопровождающих высокий сезон. Колоссальная нагрузка на сетях воды и энергоснабжения. Потребление электроэнергии в городе и сельских округах выросло на 40%. Прирост водопотребления в некоторые дни составляет 11 тысяч кубометров. Я сегодня хочу поблагодарить и руководителей водоканала, и руководителей наших энергоснабжающих организаций. Хотя есть и очень много аварийных ситуаций, но мы реально представляем, какую нагрузку несут сегодня сети, в том числе и не ученую, но работы выполняются, и в у нас уточном режиме тоже. Но, к сожалению, тех, кто ответственен за вышеперечисленные нарушения, а я не все их перечисляю, их можно перечислять и перечислять, я не могу поблагодарить сегодня за работу. Нет работы на результат, есть попытки переложить ответственность – вот о чем говорит глава курорта. Торговля продуктами питания в неустановленных местах, суррогат на полках, а городские улицы – яркая иллюстрация наплевательского отношения к правилам дорожного движения. Вы работать должны бок о бок. В конечном итоге, вы посмотрите вечером сейчас, после совещания, выйдите на Самбурово, выйдите на Шевченко. Под знаками остановка запрещена сплошная стоянка. Это кто должен делать? В конце концов. Огромная нагрузка ложится на тех, кто обеспечивает правопорядок. В дежурную часть полиции в день приходит по 260 сообщений о происшествиях. Направлений работы очень много – от краж до пресечения незаконной деятельности прокатчиков. В отношении водителей, представляющих услуги джинга, составлено 170 на плюс 147 административных протоколов. На штрафную стоянку поставлено 37, прошлом надувной автомобиль, несоответствующих предъявляемых требований. В отношении лиц, занимающихся прокатным квадроциклом, составлено 17 на плюс 14 протоколов. На штрафную стоянку поставлено 12 квадроциклов на плюс 11 по сравнению с прошлым годом. Работа проводится огромнейшая, если учесть, что на территории единовременно находится свыше 400 тысяч человек. Глава Анапы подчеркнул – венец совместной работы обеспечения безопасного отдыха и отсутствия правонарушений. И к другим темам. Учесть мнение большинства. Сотрудники отдела транспорта и связи ведут мониторинг пассажиропотока для того, чтобы сделать расписание движения автобусов удобным для жителей курорта. Так скорректирован график работы автобусов между Анапой и Джигинкой по результатам обращения напчан. Раннее утро. Представители городской администрации и транспортной компании заходят в автобус, чтобы выяснить мнение пассажиров. Жители села Джигинка обратились с жалобой после того, как компания-перевозчик изменила расписание. Ее представитель пояснил, что в двухчасовом интервале теперь отправляются не четыре автобуса, как было раньше, а три. Мы же его не выгоняли, он просто ушел, потому что все равно автобус не окупался. В письмах и приличных встречах звучали разные предложения, в тот для того, чтобы убрать самый первый утренний рейс, который отправляется из Джигинки без 27. Несколько дней ввелся мониторинг. Пассажиров утренних рейсов пересчитывали. Результат – отменять автобус нельзя. Мне нужно быть 8 часов в Анапе. Очень удобный рейс. Вместе с тем, в новом расписании автобус, который отправляется в 7 часов 30 минут, передвинули на 20 минут позже, чтобы скомпенсировать выпавший 8-часовой рейс. Жители села говорят, что получилось крайне неудобно. К 9, допустим, на работу, работаю на Мельково. На 7.30 раньше был идеальный вариант ездить. Сейчас этот график убрали. На 7 едешь рано, под дверями стоишь. На 7.50 поздно, из-за пробок не успеваешь. Чтобы успели люди к 9 утра на работу, приняли решение с понедельника этот график перенести на 7.30. То есть будет отправляться автобус в 7.30 утра из Джигинки. Что, в свою очередь, позволит полностью удовлетворить потребность работающего населения села Джигинки. А с ценой расписания у нас не изменилось. Как пояснили в администрации города-курорта, удобство жителей является безусловным приоритетом. Вместе с тем, общественный транспорт и называется общественным, потому что учитывает интересы большинства. В случае с Джигинкой основные потоки – утренний и вечерний, когда люди едут на работу, а затем домой. К расписанию на этом маршруте еще вернутся в сентябре, когда начнется учебный год. На территории города-курорта Анапа зарегистрировано более 29 тысяч личных подсобных хозяйств. Из них производством сельхозпродукции занимаются около тысячи. Крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, выращивающих фрукты и овощи, и того меньше. Поэтому каждый такой хозяин хорошо известен городскому потребителю. Их охотно стимулирует администрация города. Субсидии и кредиты на приобретение техники и удобрений помогают ежегодно наращивать производство свежих овощей и фруктов. Сегодня сам Султан принимает нас на своих овощных плантациях. Но несмотря на озвученное имя, любовь к работе на земле и серьезное стремление вырастить хороший урожай, у овощевода всегда есть сто погод, готовых изменить ход событий. Недавний град прошелся по цветущим плантациям томатов, уничтожив половину будущего урожая. У меня теплица вот так шаталась. Я думал, вот у нас деревьями летало, все тут так страшно было. Вот этот вес с помидорами мы вручную подняли. Вот это полтора гектара помидор, они лежали. Вот эти все люди спасибо им, конечно, облагодарили, поднимали, откручивали. В такой ситуации у кого-то, может быть, опустились руки. В 10 минут пойдет град, весь труд остается там. Но я никогда не займусь. Я только вперед. В жаркий полдень свежий огурец ценится выше спелого арбуза. И урожайные плети в теплице не знают простое. От желающих купить свежие огурцы и помидоры нет отбоя. Правильный подбор сортов, капельное орошение в теплице, и системный полив в открытом грунте дают возможность восполнить утраченный урожай. Конечно, средства защиты, горюче-смазочные материалы и удобрения – серьезная статья затрат в бюджете фермера. Но есть оптимизм, есть любовь к тому, что делаешь. Душой относишься к труду. Если душа не лежит, уже само собой получается. И к тебе относится этот овощ. В окрестностях хутора Чикон хорошо знают султана. Он приветливый, трудолюбивый и, главное, всегда идет за советом или помощью к людям. Кто хоть раз стал его клиентом, возвращаются сюда вновь и вновь. Приехал человек, взял, например, огурцы. Второй раз он обязательно приедет. Потому что продукция хорошая, экологически хорошая. В воскресенье 24 июля на стадионе «Спартак» пройдет очередной футбольный матч в рамках соревнований на Кубу губернатора Краснодарского края. Встретятся команды «Анапа» и «Спартак-Д» из Геленджика. В настоящее время футбольный клуб «Анапа» занимает седьмое место в турнирной таблице. Его окопилки – 12 игр, из которых 5 побед. Одна ничья и 6 поражений. В общей сложности анапчане, забив 28 мячей, заработали 16 очков. В это воскресенье матч начнется в 18.00 по адресу «Анапа», улица Гребенская, 4. Приглашаются все желающие. В музее Гаргипи открылась выставка продажи ювелирных украшений «Блеск самоцветов» из Санкт-Петербурга. Здесь можно приобрести изделия на любой вкус и кошелек. Камни драгоценные и полудрагоценные. Самоцветы – эксклюзивные работы мастеров, известных не только в России, но и за границей. Есть вещи, которые производят по старинным технологиям. «Итальянская эмаль, она аж прямо вот, ну так скажем, светится». Эти работы из монастыря в Тверской области. Эмаль накладывается вручную, запекается при температуре порядка 800 градусов. Специалисты говорят, что это своеобразный высший пилотаж. Похожую технологию использовали братья Фаберже. Тематика православная. Спрос на такую продукцию растет, потому что она доступна по цене. При этом изделия устойчивы, например, к воздействию морской воды. На стенде представлены работы более десятка мастеров. Объединяет то, что человек, как иконописец, когда он делает изделие, он вкладывает туда свою душу. Есть такое понятие штамповка или литье. Это просто бах автоматом и готово. А тут сначала отливается, потом мастер доделывает вручную. Работает над каждым, над ликом, над каждым пальчиком. Всего на территории археологического музея Горгипия свою продукцию представили три десятка артелей. Есть работы на любой вкус. Организаторы говорят, что стараются подчеркнуть все разнообразие мира камня. Ювелиры говорят, что янтарь всегда остается актуальным. Это смола деревьев, которые росли миллионы лет назад. А это окаменевшее живое существо, когда природа, дизайнер и ювелир в одном лице. Эти пейзажи тоже не рукотворны, созданы природной фактурой камня. А от такого эффекта, когда появляются четыре расходящихся луча, добиваются специальной огранкой. Есть изделия с уральскими изумрудами, а есть авторские работы с самоцветами, которые были представлены в том числе и на европейских выставках. Каждый, представляющий свою продукцию, идет отталкиваться от себя. Он видит своего потенциального покупателя. На каждое украшение обязательно найдется человек, который обязательно это приобретет. А самое интересное, натуральный камень сам к себе притянет обладателя. Это уже закон профессионалов. Может украшение лежать годами, никому быть неинтересным. Вдруг приходит человек спустя три года после того, как изготовилось это украшение из натурального камня, и человек буквально впадает в штопор. Это мое. И происходит чудо. Человек обретает то, что давно мечтал обрести. Выставка-ярмарка будет работать на территории музея Горгипия с 11 утра до 7 вечера до конца июля. Напоминаем, что археологический музей Горгипия находится по адресу Набережная 4. Впереди жители и гостей города-курорта Анапа ожидают солнечные и жаркие выходные дни. Это прекрасная возможность отдохнуть с семьей и друзьями на природе. По прогнозам муниципальных служб, на пляжах курорта в эти субботу и воскресенье соберутся более 360 тысяч человек. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о пожароопасности 4 класса до 25 июля на территории города-курорта Анапа. Чтобы отдых оказался не только приятным, но и безопасным, нужно соблюдать правила личной безопасности. Подробнее о них рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. Основное внимание это к детям и к тем сообщениям, которые делают спасатели. По нашим прогнозам, при усилении северо-западного и юго-западного ветра, возможно, штормовые проявления. В этой связи сейчас мы активно ведем мониторинг. Этот мониторинг ведется постоянно для того, чтобы отслеживать состояние моря и своевременно реагировать. В своем обращении я хочу обратить внимание на следующее. Очень внимательно слушайте информацию, которая поступает от спасателей. Та информация, которая поступает по трансляционной сети. Внимательно смотрите те, которые еще не выехали или едут в пути за интернетом и слушайте радио. Потому что по трем-четырем каналам телевидения и по шести-семи радиостанциям в диапазоне FM мы передаем нужную оперативную информацию для того, чтобы знать, что происходит на море. Конечно, это не повод для какой-то паники или для каких-то волнений или еще что-то. Люди едут на море, чтобы получить здоровье, отдохнуть, зарядиться бодростью. Все это наши анапские пляжи могут предоставить в полном объеме. Основной причиной нештатных ситуаций, то есть те ситуации, которые могут повлечь к трагическим случаям, это является употребление спиртных напитков на пляжных территориях. Сразу хочу заметить, что это нарушается и это является нарушением федерального законодательства распития спиртных напитков в общественных местах. Но здесь оно особо опасно, потому что эта опасность возникает и для того человека, который употребляет, и для тех, которые находятся рядом. По статистике, 90% случаев, которые приводят к трагическим, это люди, которые употребили алкоголь. Напоминаем, в случае возникновения непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефону дежурного пожарной охраны 0-1 или 101, оперативного дежурного отдела МВД по городу Анапы 0-2 или 102 и диспетчера станции скорой медицинской помощи 0-3 или 103. Оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы города 3-20-94. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте, а с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok